На одном из последних стримов я провел несколько интересных боев на ладере, играя за ОКВ против азиатов, играющих за Советский Союз. Все не придерживались одной стратегии в дебюте, это опенинг бронетранспортер М3. И такие бои показались мне довольно яркими, которые демонстрировали всю эффективность и последствия выбора такого билда игроков, играющих за Советский Союз, а именно через бронетранспортер М3. В этом видеоролике я хочу поговорить об концепции этого билда, сильные и слабые стороны этой стратегии. С вами мистер Нолбадди и это Компани Офирос 2. Играю на левую сторону, пойду на вражеское топливо, вернемся. Два сапера у него и штрафники, это будет соответственно М3. Это будет М3. Поэтому сразу приготовим Пупхин. Основная суть дебюта через М3 это использование определенного промежутка времени для своих агрессивных атак. Тот участок временного отрезка, когда у фракции ОКВ нечем эффективно контрить этот советский бронетранспортер. В отличие от вермахта, у стрелковых отрядов фракции ОКВ отсутствуют фауст-патроны. До тех пор, пока игрок не возведет свой первый штаб, не выйдет в технологии. И игроку за ОКВ приходится выкручиваться лишь одними фолькс-гренадерами до того момента, пока не будет установлен штаб для открытия фауст-патрона. Это именно та слабость, которой пользуется фракция Советского Союза, играя против ОКВ. Знакомая страта. Наверное, на этот раз я сразу подготовлю Пупхен. Хотя, ну, карта обширная. Пупхеном особо не угонишься за М3. Давайте, наверное, тогда тот же маневр с 2-2-1. Да, уже поехал. Уже поехал. А загрузился ли кем-нибудь? Штрафники. Мне сейчас связую еще будет резать. Так, идем. Выбивать. Огнемет. Ну, такое. Только урон схлопотал я. Только урон схлопотал. Ждем 2-2-1. За исключением фауст-патрона есть и другие способы для контрмера М3. Но обычные игроки побыстрее выходят в медицинский штаб и предпочитают контрить М3 именно за счет фауст-патрона. Во-первых, чтобы не выводить раньше времени пушку, всего лишь ради такого слабо бронированного юнита, как М3. А во-вторых, открыть для себя следующие технологии и медицину побыстрее. Из альтернативы можно выдать саперам панзершрек. Также одна удачно расположенная мина может решить вопрос с М3. У, сука, накатался я, блядь. Накатался, нахуй. За счет доктрин можно вывести на поле боя панзерфузеллеров. Они имеют на вооружении противотанковую гранату, не требующую для использования наличия продакшена. В доктрине элитной бронетехники есть бронемобиль СДКФЗ-221. Тоже подойдет для эффективного уничтожения М3. Также, собравшись своей пехотой в кулак, можно уничтожить М3 одним стрелковым огнем. Но это самый рискованный вариант. Имба поехала, ловите ее, блядь. Все, Игорек. Посмотри, ну три отряда... А это пыль для меня. Что такое три отряда для М3, блядь? Это ж ни о чем. Это ж ни о чем, Игорек. Посмотри, как они все горят хорошо. Ну что такое три отряда их? Смотри, уже побитые псы, блядь. Уже просто побитые псы. Забьет, блядь. Забьет. Просто отстать все с тобой. До высокая зная звезда. Лопаты! Не ушли. Не ушли. Ну такой невыгодный размен. Половину армии, блядь, и лопата дать полностью. Ну что, я побитый пес, блядь. Часто встречаемый билд для дебюта через М3. Это выход в Т1. Отряд штрафников, которые выходят на поле боя для захвата ближайших точек, пока ждут выезда бронетранспортера. Далее М3. Штрафники грузятся в М3 и выезжают на охоту. Получив первый урон, М3 штрафниками возвращается к саперам. Или же, оставив на поле боя штрафников, М3 сам возвращается к саперам. Которые ремонтируют этот М3, вооружаются огнеметами и загрузившись с него, дальше выдвигаются в бой. С этого момента у саперов есть примерно минута или полторы, чтобы полностью выжать КПД из этого М3 за счет своего огнемета. Пока ОКВ не вышел в технологии, которые дадут ему фауст патрон. Как вариант, еще популярным билдом является выход во второго саперного отряда в начале боя, который возводит Т1. А тем временем стартовые саперы связывают боеприпасы, захватывая нужные точки. Дальше выходит штрафник, идет в бой, выезжает М3 и саперы грузятся первыми в бронетранспортерах. Пути проводят апгрейд огнемета и выдвигаются на рейд. Вариантов дебютов может быть множество, но я привел самые популярные. Если рассмотреть эту ситуацию, то мы увидим, что бронемобиль, наезжая на вражескую пехоту, выталкивает ее. Заставляет двигаться, суетиться, тем самым не давая этой пехоте вести огонь. А тем временем рядом стоящий отряд фольксгнадеров ведет стрельбу по парализованной движениям вражеской пехоте. Этот маневр реализуется и с М3, только пехота находится внутри бронетранспортера. Пехота, которая наносит урон и техника, которая ограничивает стрельбу отрядом противника, постоянным наездом на его пехоту. Это отлично было сделано в ранее показанном моменте, когда М3 врывается на местоположение пехотных юнитов и распихивает их, при этом атакуя. И пехота, находясь в состоянии движения, вести прицельный огонь не может. Если вы научитесь этому методу использования М3, вы максимально увеличите эффективность этого юнита на поле боя. Спасибо всем топ-донатерам этой осени за их финансовую поддержку. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!